Продолжаем говорить на самые интересные и важные темы. Одно из них трудовые права инвалидов и способы их реализации. Обсудим прямо сейчас у нас в гостях Гульнара Ибрагимова, старший помощник прокурора Киевского района города Симферополь. Гульнара Ваджиповна, здравствуйте. Гульнара Ваджиповна, скажите нам, пожалуйста, какие законы, какое законодательство регламентирует эту самую систему трудовых прав инвалидов по российскому законодательству? Полагаю, что необходимо начать с того, что Российская Федерация это социальное государство, политика которого направлена на создание условий, которые обеспечивают достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняется труд и здоровье человека, в том числе обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов, пожилых граждан, существуют социальные государственные гарантии, пособия, а также целая система социальных служб. Статья 17 Конституции Российской Федерации говорит о том, что все права граждан равны и свободны в своем развитии. Основные права граждан неотчуждаемы, они у него возникают с момента рождения. Федеральный закон о социальной защите населения как раз регламентирует основные права и обязанности инвалидов. Но надо, наверное, сказать, что в данном федеральном законе конкретно указаны требования к работодателям, направленные на комплекс мер для защиты инвалидов. Но вот кроме прав, есть еще и обязанности инвалид, если он трудоустроен, обязан, наверное, работать, причем в полном объеме. Но вот принимая во внимание сложность обстоятельств политических, экономических здесь, в Крыму, в условиях переходного периода, который закончился вот сейчас, в течение 2015 года, инвалиды имеют право на какое-то послабление, на какие-то особые условия своего труда? Трудовым кодексом Российской Федерации присмотрены дополнительные льготы для инвалидов, для работающих инвалидов. Это, например, нормальная продолжительность рабочего времени сокращена на 5 часов, следовательно, продолжительность рабочего времени в неделю составляет 35 часов. Только с письменного согласия инвалида ему разрешено работать в ночное время, сверхурочное время, а также в праздничные и в нерабочие дни. Кроме того, льготами для инвалидов являются продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 30 дней. Также для инвалидов предусмотрено без оформления отпуска, без содержания, продолжительностью 60 календарных дней по уважительным причинам или по семейным обстоятельствам. Это важно. Вот то, о чем вы говорите, распространяется на инвалидов всех категорий или есть в каждом, в каждой свое исключение? Данные требования распространяются на инвалидов первых и вторых групп. Скажите, пожалуйста, при таких условиях сократить либо уволить инвалида, кто может и каков порядок этой процедуры? Существует при сокращении предприятия рабочих мест, существует ряд гарантий для работников-инвалидов. Например, при сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной производительности труда и квалификации остановление отдается на работе тем работникам, которые на работе получили производственную травму, которые заболели профессиональным заболеванием, а также инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества. Если вдруг инвалиду кажется, что на производстве его права, которых вы говорите нарушаются, куда ему обращаться с просьбой о защите его прав и как это делать? Если на предприятии работодателем нарушаются права инвалида, он имеет право обратиться в инспекцию по труду, а также в органы прокуратуры по месту своего проживания с письменным или с устным визитом на личный прием. В том случае, если инвалиду обоснованно кажется, что, например, его заявление на трудоустройство отклонено именно по той причине, что он инвалид, человек с ограниченными физическими возможностями, что делать ему? Для начала, наверное, необходимо рассказать о том, что на каждом предприятии, независимо от фирм собственности, предусматриваются определенные квоты для того, чтобы не было вопросов по необоснованным отклонениям труда инвалида. Например, если численность предприятий составляет менее 35 человек, но до 100 человек, предприятию необходимо предоставить 3% численности своих работников для инвалидов. То есть это такая социальная гарантия. За неисполнение данных требований прокуратурой проводятся проверки, и такие нерадивые руководители предприятий привлекаются к ответственности в виде административной, а также дисциплинарной ответственности. Но также я хотела бы посоветовать инвалидам, которые обращаются в какие-то органы для работы и им отказывают, обращаться письменно в это предприятие, чтобы предприятие в письменном виде им отказало, что в дальнейшем повлияло бы на обоснованность прокурорской проверки. Скажите, пожалуйста, вы работаете в прокуратуре Киевского района. Прецеденты, о которых вы говорите, они в вашем ведомстве отражаются на вашей работе? Сколько у нас, например, в Киевской районной прокуратуре жалоб инвалидов на то, что отказали или нарушили права? В управлении труда социальной защиты Киевского района сейчас на учете состоит 192 инвалида разных категорий, слух, зрение и так далее. Жалоб инвалидов о том, что им отказывают трудоустройство, на сегодняшний день не было. Однако, тем не менее, прокуратура проводит самостоятельно проверки по данным фактам. На прошлой неделе мы проводили проверку доступности инвалидов к местам социального обеспечения, государственным органам и так далее. Было внесено несколько представлений, которые обязывают руководителей устроить пандусы необходимые для достижения инвалидам каких-то определенных органов власти. Каким учреждениям чаще всего вам приходится обращаться, с кем сотрудничать в вопросе реализации вот этих самых законных трудовых прав инвалидов? Может быть, профсоюзные организации в их числе? Нет, непосредственно трудовым законодательством, нарушениями трудового законодательства занимается инспекция по труду. Также на сегодняшний день создан департамент управления труда и социальной защиты населения, он городского ведомства. И, тем не менее, мы с ними сотрудничаем, у нас есть территориальные районные отделы. Спасибо большое, Гульнара Ваджиповна, за вашу работу и за ваши ответы. Всего вам доброго. До свидания. Ну, а мы не прощаемся с вами и продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Субтитры создавал DimaTorzok